Как всегда, в этой студии все-таки веселый и заряженный Майк Вольф! И вот эта кожаная женщина Машновая! Да, но сегодня мы будем с Мишкой не вдвоем. Сегодня у нас, как вы видите, этот стул, и он пока еще пустой. Потому что сегодня просто будет разрывной огненный эфир, потому что именно такой гость к нам пришел сегодня в гости. Итак, сегодня у нас в гостях Владимир Марконий, актер Жоман Сирис. Тут я встаю, ворачиваюсь лицом в двери и пробивайся, давай, ломись. Миша, дверь заклинила, пропустите нам гостя. О, ребята, привет! Почему здесь кирпич подбирает все? Я не знал, что вы настолько бодры, поэтому я взял с собой водку, но зная, как говорите быстро вы, я понимаю, что здесь другие препараты. Привет, я Володя. Очень приятно, я Машновая. Привет, привет. Нас с ними припудрили. Что есть, что есть, да? Присаживайся, пожалуйста, располагайся. Майк Вольф, ты, да, обещал, что ты сегодня будешь за нами ухаживать. Ребята, мы сегодня что? Мы сегодня тестируем электрический стул, который специально для меня поставили. Ну, конечно. Это большая честь для меня, спасибо. А тебе нужны какие-то проводки для хорошего настроения? Или ты всегда такой бодренький? Знаете, видя вас, да и вообще видя, я всегда радуюсь. Видя, видя. Владимир, ты, что же мы так с такими вступлениями? Мы же договорились. Да, мы же договорились, тем более за деньги. Постойте, а где мой карлик с подносом, с которым я пришел, чтобы ставить стакан с водой? Так он же не давал двери открыться. А давай я передам ему, давай я передам. Карлик, дорогой, принимай, пожалуйста. Спасибо. Единственный гость, кто осмотрел стул перед тем, как сесть поднимать. Больше никто этого никогда не делал. А у меня, потому что есть принципы, и кого вы приглашали до этого, у меня большие вопросы. А это совсем не важно, кто был до тебя, кто будет после. Самое главное, что ты сегодня, давай будем говорить исключительно о тебе. Хорошо. Потому что ты же, подожди, ты же к нам пришел даже с поводом. У тебя есть повод. Это правда. Можешь о нем рассказать? Во-первых, я отрастил свои нижние руки, да, на которых я к вам и пришел. Во-первых, хотелось рассказать об этом. Во-вторых, у нас начинается, ребята, сейчас вы скажете, вау, ничего себе. Нет, мы сейчас будем смеяться, сейчас будем смеяться. У вас же шоу называется. Я вау, ты смеяться, должно быть разнообразие. Шоу называется «Шутники». И, как вы понимаете, по названию наверняка это лирическая драма, в конце которой все погибают. Нет, неправильно, ребята, вы думаете. Это шоу комедийное на канале Че, которое начинается у нас уже 17 ноября. 17-го круга. 17-го дни просто, что я задумывался. Подожди, а во сколько оно будет идти? Вечер, утро, день, что это? Первые 800 серий у нас показывают в 19.00. В 19.00. Поэтому, ребята, вот давайте договоримся. В то самое время, кстати, Миша, когда у нас заканчивается с тобой гостевой эфир, как раз начинается шоу «Шутники». О, видите, и сразу телевизор. Шутки уходят. Шутки уходят сразу туда. Ну, подожди, правильно ты заметил? И телевизор сразу пригодятся. Ну, веселое шоу. А к тебе пристают с вопросами? Ну, раз «Шутник», пошути. Да, я обычно, меня представляют рядом с оранжевым стулом, как, в принципе, получилось и в этот раз. Да, у нас шоу, ну как, это же не совсем шоу, а то, что… Ну, ты там не один, подожди, давай кратко расскажем, кто там, сколько у вас. Да, у нас четыре, четыре крутых комика. Сева Москвин, обладатель радиомании. Ну, чего бы ты не было так? Окей. Да, да, да. Вы, как коллеги, радищики, должны уважать такое. Да, он переделал, это очень крутые песни. Да, 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 он очень смешной. Ваня Пышненко. Ваня Пышненко был у нас как раз, конечно. Вот, да, да. А я думаю, от кого осталось чучело Фазана? Разумеется, значит, Ваня был. А ты передашь, кстати, раз уж ты здесь, ты передашь. Ребята, это семиметровое чучело, я не смогу унести один, так что подождем Ваню. Пусть у нас останется в нашем музее. Да, да. Да, и тому же Миша нужно где-то жить. И еще, и еще у нас Кирилл Сиэтлов, это стендап-комик. Он сценарист, который был в Good Story Media, писал крутые сериалы, выступал одновременно. И дорос до классного шоу. Мы все доросли до этого классного шоу, и этому очень рады. Ну, и ты, естественно, тоже часть этого. Но вы там равноправный ведущий, или каким образом строится? Это больше импровизационное шоу, или каким образом? Это шоу, да, это шоу импровизационное, где у нас три комика обычно управляют одним, потому что у одного есть наушник, и мы отправляем какую-то ситуацию. Допустим, переодеваем в охранника в торговом центре, и говорим, что сейчас, значит, так, ты подходишь к этим людям и говоришь, что я, похоже, задержал их. Он говорит, это в рацию. Что делаем? Ага. И он говорит, ага, значит, атака начинается со стеклянного потолка через 10, 9, 8. То есть он повторяет все, что вы говорите ему на ухо, и дальше как люди на это реагируют. Да, и самое приятное в нашем шоу, что когда я смотрел какие-то пранки, всегда было неловко за людей, которых разыгрывают, потому что я им очень сильно запереживал. В нашем варианте людей, которых мы разыгрываем, они по 99% кайфуют. И самое смешное, что мы подставляем друг друга. Самое смешное видеть реакции нас, когда мы не знаем, что будет происходить, и мы сгораем иногда от стыда. Владимир, и сейчас-то я тебя и подставлю. Знаешь почему? Слушаем музыку и все заволкаем. О, обожаю. Маш, новая, Майк Войлась. И самое-то главное. Владимир. Нет, это мой никого нет. Владимир Лаконе, конечно. Там только камеры. Привет еще раз, друзья, все, кто только что к нам присоединился. Все-таки, да, маленький карлик не успел убрать от себя воду. Владимир Лаконе взял свой стакан, да, большое спасибо. И вы сказали слоганом тюрьмы Гуантанамо, сзади вас только камеры. Больше ничего там нет. И только юмор наполняет нашу студию. Смотри, да, я хочу... Стандартные гостищики. Продиционные, да, Владимир. Каждый день, когда к нам приходят сюда гости, мы говорим о юморе. Вот, собственно, почему ты сегодня у нас в гостях. То есть каждый день вы говорите о шоу «Шутники», которое выходит с 17 ноября на канале Че? Прекрасно, что ты пользуешься с плачьем. Прекрасно, раньше его анонсируешься. Завуалировано, иногда завуалировано. Ну смотри, окей, шоу «Шутники», «Вечерний Ургант», «Риотов ТВ», еще куча твоих других проектов. Все они реально связаны с юмором. То есть ты человек прям такой, знаешь, вот есть про спиртованный, а ты про юмористический. Можно так высказаться? Придумайте новые слова. Все, про юмористический. Все, мне нравится. Человек с палкой у вас уснул, так что можно говорить с юмором. А сколько у вас здесь нет, да. Все, позвольте, я завершу свой вопрос. У тебя есть какой-нибудь секрет или лайфхак, вот как научиться обычным, серым людям, которые с юмором вообще не дружат, как им научиться относиться к жизни? Что нам делать, Владимир? Да, 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 с юмором. Вы понимаете, в России живет 146 миллионов человек, и ни один не попадает под ваше описание. Ну ладно, но один-то точно попадает. Ну, Миша, да, ну Миша такой человек. Ну, Маша. Ну, все, все остальные-то кристально чистые, прекрасные, улыбчивые, и в нашем шоу мы это доказываем. Каким образом прокачиваю свою смехожелезу? Так, пожалуйста. А где она, кстати, у тебя находится? Я надеваю специальную перчатку, потираю так руки, снимаю и начинаю писать какие-то шуточки. Чтобы быть в тонусе, вот, блин, это классный вопрос, нужно быть усидчивым. Нужно просто взять листочек бумаги и начинать что-то там царапать. Из ничего? Подожди. Вообще из ничего. Надо же куда-то ходить, у тебя что-то вдохновляло. Ну, откуда ты все это черпаешь? Голод вдохновляет. Откуда у тебя что-то делает? Ну, шутки в голове же, они же должны родиться. Классика. Ну, понимаете, классика. Клодись классика. Вот из чего мы родились, чтобы читать этот сайт и пропитываться его энергией. Что еще? Конечно же, настой на ядовитых ягодах тоже очень мотивирует на написание шуточек. И, конечно же, жажда наживы. Что и все вокруг да около. Жажда наживы и мечтания красивой жизни. Вот что толкнуло меня в этот юмористический опыт. Ну, а вот интересно, ты сказал, что, ну, окей, не знаю, этот ли сайт или какие-то другие. Но вот ты от чего-то отталкиваешься, реально, что-то ты смотришь, что-то читаешь. Да, я смотрю. Поделись, пожалуйста. В данный момент я читаю книжку Джеффа Росса. Если вы знаете такой жанр... Друзья, запоминаем, записываем. Такой жанр прожарка. Да. Он роустмастер, он, то есть, мастер прожарки с церемоний, да. Прожарка, да. Как у Миши изменился тон. Ну, слушай, Миш, то, что... Всегда, когда о еде заходит речь, он меняется. То, что стилист тебя одел в эту кофту, еще не позволяет тебе нападать на меня, а не на него. Я молчу. И там очень много классных примеров о юморе, как он пишет шутки, как он придумывает. Я, когда был в Штатах несколько раз... Так. Да. Был. Но потом я сказал, да ни за что, да вы что там, охренели? Нет, я просто в сексуном списке. У вас можно говорить слово охренели? Можно. Охренели! Но все, не надо повторять несколько раз, один раз достаточно. Ну, я не знал, что у вас квота какая-то. Ну, все, мы ее выводили. Осушили. Я напокупал кучу американских книжек про юмор. Вот есть у меня токенная книжка просто с шутками, которые ты изучаешь с помощью Google-переводчик. Да. Я вот хочу сказать, как у тебя с английским. Все супер? Да, разумеется. Разумеется. Благодаря книжкам этим в том числе. И там очень много, скажем так, схем по развитию юмора и импровизации. Можешь хоть одной поделиться? Ну, пожалуйста. Все говорят про эти схемы. Бесплатно. Но никто никогда не говорит конкретно. Юмор начинается там с точка-тире-запятая. Да, юмор начинается с того, чтобы остановить зебру, освеживать ее и сделать из нее себе юбку. Первое условие вы уже выполнили. Второе. Кожаная кофточка с декольте. Такая прилагалась к моим книжкам, поэтому придумываю смешно. Я только в такой одежде. И это все работает. Что делать мне? Я остаюсь в вопрос. Ты смешно. Только не нужно говорить, что у тебя нет такого же костюма. Вот не надо. Никто же не поверит. Это вообще мой костюм. Мы сегодня поменялись. Подожди, а рубрики для вечернего Урганта ты по такому же принципу пишешь? Нет. Вот смотрите, когда у нас было шоу, где мы, скажем так, жестко разыгрывали людей, у нас не было гуманистической миссии. То есть мы показывали проблему. И как бы говорили, вот ребята, проблема. И выходили из комнаты и говорили, ну а дальше уж вы сами как-то смеете. Вот проблема сейчас конкретно. Вот проблема. Замолкаем мы. Музыка. Времени очень мало. Мы закончили в том выходе говорить по поводу вечернего Урганта. И как ты придумываешь все вот эти свои классные, прикольные рубрики. Дело в том, что... Откуда ты черпаешь вдохновение? Поделись, пожалуйста. Я не ожидал, что это будет творческий вечер. Но как я и предполагал, на моем творческом вечере будет два человека. Просто каждую ночь ко мне во сне приходит Иисус. И говорит, Володя, бро, приятель, задира, ковбой, мачо. Так он обращается. Сын мой там нет. Нет. Понял. Нет. Мы это не афишируем. Понял. И он говорит, вот то, что ты делаешь, ты делай. Все очень хорошо. Тебе даже я не нужен в помощнике. И обратно возносится на небеса. Потому что у него же отработанная схема, как мы знаем. Так. И потом я сажусь и думаю как раз о гуманистической миссии, которая лежит на программе «Вечерний Урган». Так, 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 так. Потому что, опять же, то, что мы делали до... Гуманистической просветительской. Просветительской. Так. Но просветительская для того, чтобы быть просвещенным, читайте книжки просто. А, и все. Телевидение вас должно развлекать. И не нужно просить от телевидения, чтобы вас сделали умнее. Учитесь. Окей. Учитесь в школе. Это интересный посыл, друзья, да? Институт закончи, Миша, наконец-то. Параба. Параба. Ты школу хотя бы тоже закончил. Да, буду сидеть. Спасибо тебе за второе, честное слово. Ответ. И в таком порядке. Как будто родителям позвонили, да? И когда мы снимали, допустим, «Риотов ТВ», мы всех обличали и говорили, вот все плохо, и уходили. Было ли решение? Нет. В «Вечернем Урганте» мы кардинально поменяли подход. Мы, это я говорю о себе. Ну, так. Потому что это шоу должно развлекать и делать людей счастливее. Перед сном, когда вот Иван прочитал все придуманные им шутки, когда поболтал с гостем, все кайфанули. Так. И люди должны радостные, счастливые, с улыбкой. Увидеть тебя. А если... Да, я скажу, извините, я ошибся сном, все, ухожу обратно. И, а если мы скажем, типа, «Ох, как все, ух, как все нехорошо». Ну, понятно, понятно, понятно. Ну, это ровно то же самое, что и у нас, на самом деле. Люди едут после работы, нам тоже хочется пройти. Вот сейчас, представляешь, что происходит. Да, время очень классно. Я за созидание. 18 часов 29 минут. Кто-то сейчас стоит в пробке на трешке, понимаешь? Ребята, я к вам как добирался. У меня сегодня день без автомобиля. Я ехал к вам по МЦК. Есть ли такой способ? Да, я проклял все. И я прекрасно понимаю людей в автомобиле. Ребята, большое спасибо, что вы сейчас нас слушаете. Вы большие молодцы. Пробки в Москве – это нормально для вас и существует страна. Ребята, ну это просто такие правила игры. Ну ладно, давайте не будем о грустном. В МЦК чего тебе не понравилось? Нет, мне все понравилось. Я ехал, читал книгу. Мне больше интересна другая тема. Не пробки, не Москва, ничего. Мне вот интересен Владимир Марков. Вот скажи, пожалуйста. Ну что ж, малышка, тогда поехали. Вот ты со времен Реутова ТВ и до времен вот сейчас, тех же шутников, такого большого достаточно проекта. Все эти 38 лет. Вечерний орган. Ну вот скажи, твой юмор, он как-то поменялся? Или в принципе ты такой же и остался? Просто немножечко под формат подстраиваешься. Или ты кардинально как-то изменился? Вот мне интересно. Твой юмор, он вырос! Ты наторва, как ты назвала меня, конформистом-приспособленцем. Я тебе сейчас, твой напомаженный ротик-то, заткну своими аргументами. Давай-ка. И смотришь на меня, главное. Мне только тебе не нравится. У меня вопрос. А как часто с вами так гости разговаривают? Это допустимо вообще? Это еще даже не так разговаривают, поэтому... Мы Владимира предупредили, что у нас формат балакана. Иногда и мыют. Да, уступили. Ну давай, у нас есть минуты сейчас на твое ответ. Ну вот реально, ты как-то поменялся? Или же в принципе это тот же самый Владимир Маркони? Я стал добрее. Обновите, Владимир. Что же был со мной то. Да, я стал добрее. И мне кажется, что я пошел по пути созидания и улучшения жизни. Не только в своей жизни. Не только в своей жизни. Ты все-таки конформист в своей жизни. Но и людей. Ребята, поэтому я долетел до МЦК на вертолете, к которому приделана была моя яхта, поэтому я вышел из яхты и все, и сел на ботаническом саду и приехал к вам сюда. В Адовск. Нашка вообще никто так не называл. А вообще комфорт для тебя. Это шутка, это шутка. Абсолютная шутка. Ребята, у нас сегодня много шуток. Крутая студия. Ну скажи, комфорт для тебя это важно? Или в принципе ты можешь во всей тяжке ради там результата? Комфорт. Смотря какой, ну понимаешь, вот какой комфорт. Но вот ради нашего эфира ты отказался от машины. И нам это приятно. Понимаешь, ты отказался от комфорта. А я не хотел никого подводить, чтобы... Не рассказывай все. Прибери я аргументы. Музыка. Все, друзья, скоро вернемся, будет еще круче. Сдаемся. Вот и сбылась ваша новогодняя мечта в ноябре. Нагонец-то вы увидели меня и Владимира Маркони молодыми. Вот так мы и выглядели раньше. Владимир Маркони сегодня в образе снегурочки у нас в эфире. А все почему? Все почему? Потому что, друзья, как, собственно, мы и говорили... А ничего, что мы записываем эту программу в 2016 году в мае? Как вам такое? Причем мы ее даже не записываем. У нас даже прямой эфир сейчас. Друзья, вы вот в режиме реального времени можете все это наблюдать. Она выйдет, да? При новом режиме она выйдет. Давай. И что же? Зачем мы все это делаем? Короче, итак, у нас после с вами 26 минуты стартует конкурс, как всегда, с каждым гостем. Мы что-нибудь проводим интересненькое. И вот сегодня у нас будет... Кроме тебя, Владимир, с тобой будут обычные вещи совершенно. Да, да, да. Ну, я вижу, да, обычный вечерок с вами. И вот сегодня у нас будет магазин на диване. О, сука. Ты же любишь вот эту программу из 80-х, 90-х? Я когда куда-то выезжаю, там, на какие-то краткосрочную гастроль, я всегда смотрю в номере гостиницы каналы, и я обожаю смотреть магазины на диване. И там, где чародейки говорят, что... На немецком языке... Нет, за таких чародейок приходится платить на специальном канале. Поэтому я смотрю бесплатных. И я, конечно, большой поклонник всех телемагазинов. Как вы попали? Вы меня прочитали. Да, я вот к тебе внутрь заглянула и поняла, что ты хочешь быть на сегодня именно в этом образе. Итак, друзья, сегодня у меня не просто саквояжик, это женская сумочка. И мы будем с вами рекламировать для нашей женской многочисленной аудитории, что же должно быть в женской сумочке. Но мы будем рекламировать таким образом, не показывая им и нам, соответственно, этот предмет. Так, и вы должны угадать. Вы должны угадать, что такое я рекламирую потом. Все просто, Владимир, даже я понял. Да, потом будет Миша рекламировать. Да. Или, нет, потом будет Владимир рекламировать. Ну, чтобы сэкономить время, я просто назову этот предмет сразу. Итак, женский кастет. Хорошо, давайте. Нет такого. Ну что, давайте начнем. Я в качестве разминки первый предмет, который только придется мне в голову. Я не смотрю. Да. Ага. Это значит, дорогие друзья, представляю вашему вниманию такой длинный вытянутый агрегат, который можно найти в женской сумочке. Он для сладких утех. Если вдруг вы хотите немножечко перекусить и устали от серых будней, то этот длинный где-то примерно сантиметров 30-40 инструмента скрасит ваш досуг. Мы говорим о теннисной ракетке? Нет. И придаст вашу кровь глюкозу и другие питательные вещества. Эбонитовый стержень. А вот буква «Б» есть в этом слове. Это не то слово, Владимир. Это не то слово. Светящийся плутоний. Нет, это тоже не то. Это мне долго играет, я вас уверяю. Да. У нас, кстати, время тоже ограничено. У нас всего 30 секунд. А у меня нет. Итак, Майк, может быть, у вас есть какой-то вариант? Мне кажется, это банан. Абсолютно правильно. Продано. Вот так-то. Продано. Остановочный кокус. Спасибо, я съем его. Благодарю вас. Итак, Владимир, выбирайте любой предмет из этой сумочки, но не показывайте нам. Нужно ли мне говорить с такой же интонацией, или я могу использовать мужскую? Ну, желательно женскую, ты же в парике. Окей, хорошо. А, да, точно. В белом притчатке. Я забыл. Я забыл. Итак, кто сейчас будет рекламировать? Они уже начинают греться, кстати, в парике. Смотри, а если бы ты была девочка, как бы тебя звали? Как бы тебе хотелось? Меня бы тоже звали Владимир. Мои родители очень принципиальны в этом вопросе. Конечно, Владимир. Хорошо, Владимир. И прическу они выбирали тоже для меня. Как и мои, собственно, для меня. Итак, Владимир и Маркбани. Хорошо. Так, этот предмет подойдет очень Владимиру. Владимиру. Любому Владимиру, но не мне и не Владимиру, о котором вы сразу же подумали. Да, в принципе, этот предмет больше подойдет для людей, которые обожают... Что же они обожают Владимиру? Обожают лук. Лук? Да, если вы любите лук, если вы любите заготовочки, это то, что нужно для вас. Я смотрю на ваши лица, понимаю, что да, вы из тех, кто часто приходит в банк с мыслью. Кого бы ограбить? Для вас эта вещь тоже прекрасно подойдет. К тому же, я уверен, у Михаила есть даже коллекция таких вещей, и наверняка в два раза больше, чем у Маши. Это что-то брутальное. Наверняка это что-то брутальное. И самое главное. Я готовил этот женский ящик, там же лежат наручники, но не понимаю, при чем здесь лук. Это наручники? Это не наручники, разумеется. И самое главное, в этой вещи всегда можно согреться, хоть это будет и освистываться окружающими мужчинами. Это можно надеть под ваши джинсики. О, я знаю, что это, это же чулочки. Это они, а лук это... На самом деле, я говорил действительно про наручники, но я подыграю, да, это чулки. Владимир, бегу я за нашим. А я закрываю. Наручники и чулки. Это были чулки, разумеется, да. А чулки, а чулки, а че вы не достали чулки? Вы боитесь женских чулков? Нет, нет, я собирался забрать их после эфира. У вас приятные воспоминания. Все нормально, они чистенькие, я передам жене. Ну что же хорошего осталось мне здесь. И так вот, пожалуйста, Майк, давайте. Согреться можно в определенных обстоятельствах. Согреть можно, наверное, не все на теле этим предметом, но кое-что можно. Избавить себя от дождя, избавить от каких-то мокрых казусов. Может быть, в этом можно даже... А где ваша женская натура? Вы же женщина. Верно. А что-что? Это книга Фейхтвангера. Мы говорим о ней. Да, но переработанная уже. Вот из книги «Кто бы он ни был, Фейхвангер, мой родной брат, кстати». Вот из нее и сделали из этой книги из корешка. Вот это изделие, которым можно... Скажите, пожалуйста, оно латексное или оно не латексное? Оно латексное где-то полкарата, мне кажется, на все. Если вот так вот подержать, прикинуть, полкарата. Мне кажется, Владимир догадался уже, что это. Вот после ваших подсказок. Можно надеть такую лицу сверху, и получится петух. Вот такое тоже может быть. Я смотрю на вас обоих. Вы из тех, кто любит устраивать у себя дома легкую винную фермочку. И как бы и на бутылку сверху обычно натягивали этот предмет. Все верно. Так что мы так понимаем, что... Его накладывают? Серьезно, натягивают? Да, да, да. Не показывай, как. Простите, я этого не знала. Дайте-ка, это кирзовый сапог. Абсолютно верно. Это кирзовый сапог. Уже, так сказать, разделанный. Уже использованный просто. Использованный кирзовый сапог. Слушай музыку. Друзья, это был магазин отзимания. И увидите меня в кирзовом сапоге. Давай вместе. Серьезно? Владимир Вархолин на 3-4-3-4. Я благословый. Яргони. Ребят, вам чего, амфетамин по талонам выдают? Вы чего так кричите? Я не знаю, о чем вы. Люди едут с работы, отдыхают, кайфуют. Какой витамин, Владимир? Людям, подожди, нужно настроение. Не, ну реально, вот если мы будем сидеть такие вялые, тревогные, это ж никому не интересно будет вообще. Честно, все подумают, о, класс, крутые ребята, которых можно послушать. А, смотри, смотри, смотри. Владимир, есть ли вероятность, что мы... Да, вы правы, чудовищно. Давайте обратно. Спасибо. А какой вопрос-то у вас? По поводу Гамлета, я вот думаю, есть ли вероятность трагической роли, трагического какого-то проекта, где-то драматургии, вот. Либо это будет совсем потом. Сейчас серьезно, короче, да? Все, у нас появилось. Ну, смотрите, так как я ипотечник, я открыт для всех предложений. Все можно предложить. И так как я корыстный человек, алчный. Ну, смотрите, мне очень интересны какие-либо роли и предложения. Владимир, я срочно говорю, что нам нечего предложить. Мы просто предложили. Давайте тогда посидим молча. Нет, на самом деле, вот кинопроизводство для меня это просто чудовищно, потому что я писал несколько раз сценарии фильмов. Это просто жирает твое время. И у тебя год из жизни просто хватают и выбрасывают на помойку. Он все закончен. Поэтому я обожаю телепроизводство. Там быстро, легко. Условно, утром снял, вечером это уже, возможно, показали по телеку. И все сейчас. Завтра уже никому неинтересно. Ну, телек, господи. Ладно, но потом это хранится на Ютьюбе. И у меня на видеокассетах. В ХС тех самых. Ну, а вот, кстати, раз мы затронули эту тему. Телек или Ютьюб. Вот сейчас, в 21 веке, в 2018 году. Ну, вот что все-таки перейти? Как хорошо, что сегодня, наконец-то, он настал, 21 век. Мы можем об этом поговорить. Мне кажется, что сейчас такой фьюжн, когда одни люди переходят из одних агрегатных состояний, то есть с телевидения превращаются ведущими Ютьюба. Из Ютьюба становятся звездами ТВ. Это просто дополнительные каналы сейчас стали. Вот у вас на пульте или там в вашей телевизионной приставке есть, допустим, 100 каналов. Все, ограничено. А вы подключаете специальным HDMI-проводом компьютер к вашему телевизору. Версии 2.0? Да. И у вас уже сразу много каналов. Какого они качества? Вот вопрос. Но со временем все, вот я уверен, что сбалансируется. Владир, больше всего, конечно, мне понравилось, как ты вернул слово фьюжн. Все-таки книжка работает американская. Отлично. Нет, я вспомнил про модель Форда. Понял. Понял. Нет, ну это если сейчас фьюжн, а будущее-то все-таки, как ты думаешь, зачем? За фьюжном. Вот так и спрашивают фаталисты. Будущее-то зачем? И все. Ну просто реально многие говорят, что за интернетом, а я с ними совершенно не согласна. Я уверен, что обе эти площадки... То есть телик не иссякнет? Нет, конечно. Не живет себя? Нет. Окей. Я уверен, что телик не живет себя еще ближайшие лет 30 точно. 30. Правда, правда. Друзья мои. А потом люди с телевидением все соберутся в Химках. В Химках, на Химкомском пустыре. Знаменитом. Да. И возьмут бензопилу и перережут кабель Ютуба. И все. И вернутся диафильмы. Ну окей. Владимир, вот если бы не юмор, вот чем бы ты занимался еще? Смотрите, у меня профессиональное образование. В моем дипломе написано ученый-агроном. Давайте 10 секунд. 5 секунд. Я бы был бы на полях, ходил бы шагомером и шутил бы с колосками. Владимир Маркони был сегодня у нас в гостях. Живи с улыбкой. Спасибо тебе огромное за эфир. Спасибо вам. Было очень классно. Ребята, спасибо. Всем хорошей дороги домой. Смотрите, шутники. Начи. Обязательно. 17 ноября. Да. Продолжение следует.